Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Человек, если долго считает это место, он просто проскочит его, повторяется сейчас со словом благодать. Сегодня знаете благодать где? Подойти к священнику и получить благодать. И священники этим играют. Он не учится. Вот я разговариваю с священниками, как правило, их отвечает особая какая-то тупость, набивость. То есть превозношение какими-то знаниями. Разговаривающие, какими знаниями нет. Случайно встречаются. Как один. Будто от одного матери, от одного отца. Писания совершенно не знают. Но ему сказали, когда на него епископ подложил руки, на нем благодать. И он этой благодатью играет, и баба удержит полное повиновение. А я тебя не благослову, не причастишься. А не причастишься, в рань не попадешь. Простая схема. И вот что попало? Говорит, и все это под благодатью, под покровом благодати. Я занимаюсь священным писанием сорок шесть лет. Когда я в академии рассказал, духовно столько занимается, этого никто нигде, может быть, даже в стране не занимается. Я ничем не связанный. И минимум четырнадцать часов в день я отдаю этому делу. Это сорок шесть лет. И я нигде не нашел на то, чтобы благодать именно в этом смысле говорилось. Вот священник благословит, значит, благодать. Его епископ именно заставил со мной встречаться, благодати нет. Я живу около храма, приглашаю настоятеля. Зайдем хоть раз в поседине по беседам. Епископ им рассловил, это будет не благодатно. Голуби возле храма, все загадили, отодвинь их в сторону. Не ждет, а тут благодать какая-то. В навозе, в полюсе. Полное одурение совершенно, и этого никто не видит. Полная абсолютная слепота, не святая, а слепая гусь. Апостол Павел говорит о благодати, которая сошла с неба. Прямо на человека. Совершенно священники тут и ни при чем. Он таинство совершает, это это не означает, его задача проповедовать. Все Царство Небесное уподобляется закваске. Ну, закваска у вас бывает дома. Ну, понятно, то есть любую девочку можно учить, которая взяла женщина и положила три меры муки. Ну, три меры, три ведра, три стакана, три чашки. Ну, какую-то меру создать. Все, это самая короткая птича Христа. 13.33, Евангелие, Атмосферие. Чего тут не понимать тут? А теперь только написание надо дать. А что это за кваска? Закваска – это Слово Божие, Слово, язык. Потому что вера в человеке зарождается от слышания. Не от икон. От слышания. Ну, Гладание может прочитать. А слышание от чего? Не от слов. Не тонких, не толстых. А Слово Божие. И мы никуда не вывернем, только сюда все время будем подбивать и подбивать. Благодать дается Богу, может означать благо, данное, даром. Люди одурели совершенно. Квартира, туалет теплый. Благодать такая. Это каждый почти знает. Что такое благодать? А когда разбираешься, и офиерея не знает этого. Благодать – это Христос. Это даром, даром, спасением, мучением Христа. Христос умер до нас. Но ты родился. Ты это понял, что ты родился? Понял. На нашей черточкой после дата рождения, дата смерти рано или поздно наступит. Мы в круговой год проживаем 365 дней. И каждый год мы встречаемся с какой-то датой, с какой-то, в которой будет повешено после этой черты рождения, умер, такого-то числа. И мы каждый год на эту дату натыкаемся. Что-то у нас особое бывает. Какой-то толчок, взломок, щелчок в душе. Мы не понимаем, что это такое, что-то необычное. Видел, вздрогнул. Это означает, ты встречаешься с тем днем, когда ты отойдешь из этой жизни. С чем мы отойдем? И вся жизнь, конечно, на счете направлена к тому, имеем ли мы жизнь вечную. А если не имеем? У человека два положения, вверх и вниз. Ват или в рай. Другого нет. А я не хочу ни в рай, ни в рай. Я проглачу, где-то тянуть, а у меня Бог взорвет, и меня не будет. Бог заново соберет. Некоторые сейчас подают большие деньги, для того, чтобы их сожгли, а прав запустили в космос и разбережь. Деньги платят. Огромные деньги. Бог соберет из космоса. Если Бог из ничего, одним словом, ни одной молекулы не было, сказал, и мир явился. Планеты полетели. Миллиарды галактик, которые неведомые нам, которые ни один телескоп, ни одна радиоволма не достигает. Они ездят где-то, бесконечно. Если все вот эти галактики разложить на молекулы, на граммы, на атомы, и все равно определенное число должно быть. Мучение человека после жизни нет конца, и написано вечное. Меня это потрясало вот в таких лет, когда было лет пять еще. Как это? Ну где-то, конечно, должен быть, никогда. Как это понимать? Это вечности откроется. Но сегодня ты пойми и устрашивай. Болься Бога, из-за того, и его созидает. В этом все за человек. Вот у нас в России написано. И вот Господь, видя, что человеку невозможно спастись, посылает на землю Сына Своего, Иисуса Христа. Не по делам. А я грешный, я такой. Не имеет никакой разницы. Грешный ты или я святой. Все мы грешны. Все согрешили, все до одного лишены славы Божьи. Благодать в смысле данная даром спасения во Христе Иисусе. Все другого значения нет. Благодать. Благо. Благо это добро. Это хорошо, которое Бог дал. В первом послании к Коринфянам, 15-10, апостол Павел повторяет. Но благодатью Божией есть не то, что есть. Благодать его во мне не была тщетная. Но я больно всех потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Для человека тайна. Как так? Вот я говорю, слова соединяются. Я произношу язык вовремя. Накдулся, зубы здесь. Горта не сдала этот звук. Пролетело по воздуху. Ты услышал, пустил в себя. А вот эта первая мера, муки женщины, попала тебе в уши. Вот первую меру я тебя захватил. Все. А вторая мера, допустил до сердца, попросил Бога веры, чтобы каждое слово, которое сейчас ты услышишь, оно проникло. А вот на третью меру-то приложил усилие, чтобы от сердца распространилось тебе на язык, на уши, на руки. Все будет христианское. Все прописано. Ты верный муки, все они тебе. Первая, это благодать призывающая. Вот она, призывает, вот я говорю. Вторая, это благодать обращающая. Призывающая. Я по благодати, если то, что есть, я бы таким не был, как бы не Христос. Павел говорит, что не я, но благодать Божия, которая со мной. Она написала это послание. Не я сам, но Бог меня побудил с утра думать, молиться. Как бы так сказать Господи, чтобы вы уши-то развязали. Чтобы вы услышали меня. Это благодать Божия сделает. Ты молись. Благодать обращающая. Обрати сердце к тому, что ты сейчас услышишь. А уже дома проси у Бога и благодать освящающая. Через священника подойди и благослови. Помолись за меня, батюшка, у меня сил не хватает. Вот сплю долго. Вот невоздержан в еде. Невоздержан в словах. Ну, во всем. Помоги мне. Благодать, которая на священнике освящающая. Она отсутствует сегодня здесь. Но она присутствует через Христа. Хотя бы священника не было, Бог там спасется. Во втором послании Тимофея 1.9. Читаем. Все разъяснется. Благодать так делается. Данное нам во Христе Иисусе. Даже ни одного священника на земле не будет, а благодать во Христе Иисусе остается. Но Бог так устроил, что в церковь создал. А в церкви священник, как и епископов. И они-то не сами по себе пугать этой благодати. А ну я тебя отлучу, а натре не придам. Да ничего ты не можешь делать со мной. Я посолу Божию, потому что делаю. А тебя Бог сбросит и тебя не будет. Больше ты должна сказать. Тоже благодатью надливался Каиапа. А Господь им сказал, дом ваш пуст. Жертвы, грехи, кровь, все пустое. Ничего там уже нет. Многие сегодня храмы пустые. Там ничего нет. Потому что не по слову Божию все делается. Второзаконие 9.4.6. Когда будете гонять их Господь Бог твой. Когда в другую страну будете заходить. Завоевывать. От лица твоего. Не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь обладеть всей землею. И что за нечестье народа всех Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою. Ибо ты народ жестоковый. Вот что у нас есть, это не потому что мы хорошие. Мы грешники. Мы жестоковыми. Одно и то же долгое, что не можем сделать. Зато вот непрерывно говорю тогда о клядке. Клядость накажем, что вон в крам не заходите, не оскверняйте. На базаре продает уже протухшее. И говорит, нет, это свежее. Я рыбу только сейчас из сети вытащил. Свежий китаец продает. У него все в бассейне. Он подводит тебе и показывает тебе какую рыбу поймать. Тут же с очком ловит и кладет при тебе на тарелку. Вот как свежая. У нас везде одна ложь. Куда ни кинь. Пересворкица, переноценка. Все чиновники, жесты, обманщики. Лживые законы придумывают. Почему? Потому что благодать не коснулась ни в уши, ни в сердце, ни на руки, ни куда. Поэтому руки пишут лживые. Язык говорит сверные слова. Уши слушают сверну. Глаза смотрят пакет, спустяки на телевизоры. Выключите, не отправляйте детей. Я вам показывал, мусульман спрашивает, как музыка. А она отвечает, отвечает Харам. Это означает проклятие. Они отвергнут всякую музыку. Мусульмане ничего не потеряли. У нас говорят алкоголь, градусы. Они называют шайтальный крот. А черного это крот. Вот и все. Они намного мудрее нас. Нам еще до мусульман не киевти. А они не дошли даже до евреев. До лет, до лета. Подумайте, а где мы находимся? Это видео рассказа одному уже рассказывают. Матушка, Лунгар, батюшка. Женщины живут почти на 14 лет у нас. Больше в России. И она о нем молилась. Покажи, Господи, где он? Служить трудился, в храме был. Не пил, не гулял, мнение изменял. В каком месте враги он находится? И наконец, Бог ее открыл. Он в огне стоит. Одна голова только над огнем. И кричит воды и воды. Она так и ахмур. Да почему же ты здесь находишься? Потому что я не проповедовал. Я не учил народу Божию. Мои люди разбрелись в революцию. Соммунисты везде пошли. На метафот говорит, голова здесь. А каково нашему епископу? Я на голове его стою. Вот здесь и думаю. Да, это рассказы, да, это видение. Но смысл здесь очень большой заложен. Ефесянам 2.4.9. Бог богат и милостью. По своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе. И мы стоим в храме. Мы лежим дома на кровати. Нет, мы на небесах. И все, между благодатью, данным Богом и мной, ничего нет. Никого. Люди сегодня этого не понимают. На каждом шагу батюшка, батюшка, бегут к нему, а священник неблагословен. Но собирается слово Божие читать. И батюшка неблагословен, он сказал нельзя. Все, они не пойдут. Придумали послушание и слушаться настоятелем, как Бога. А зато он говорит, смотри, вместо наставника, пастыря, не иди волка. Ибо многие придут под именем моим. И многих увлекут за собою. И будут говорить превратно и извращенно. И причина одна, чтобы увлечь за собою. Чтобы его слушали, кормили, поили. И здесь мы считаем, Бог возлюбил нас, это благодать Его. Мы были мертвы под преступлением. И Он нас воскресил. Это благодать. Вот сегодня в храм люди будут приходить и только знать спа. Второй спа. Вот это то, что нужно делать, то есть есть то, и все то с яблоком, и то с медом. Все связано с языком. Я буду говорить об этом еще раз сегодня. Что в преображении самое главное? Христос преобразился? Это никакого значения не имеет. Это Его нормальное состояние. А то, что в площади человеческой был Он, не светилось, это ненормально. Это Он по благодати принял драк раба. Унизил себя. Чтобы мы не сгорели во вне пламенеющем. А что Он преобразился? Он показал, какой Он царствует Небес. Его нормальное состояние, Он такой там и есть. У нас все это и вернулось в глазах. Самое-то главное-то, то, что Отец сказал о Нем. Это сегодня никакой роли не играет. А Отец что-то сказал о Нем ученикам. И они это не поняли. Отец им в уши вложил слова. Заговорил. Слушайте Его. На Нем Мое благоволение. Христа слушать надо. Библию читать надо. Вот смысл сегодняшнего празднования. А преображение Христа никакой роли вообще не играет здесь. Он через преображение только подвел голос у Отца. Для этого и повел. И вдруг область ушло. Сияние от Христа отошло. Пошли на землю. Ведь так было. Обращаясь на это внимание, да никакого. Вы слышали? Отец Небесный, Бог Егова, что сказал? О Христе. Вот это главное надо говорить людям. Вы слышали, кого слушает? Вы сейчас придете домой. Священник бы сказал. Слушайте, что Отец сказал. А Отец сказал через Слово Божие. Все Писание Бога духовновенное. Все Писание писано святыми и Божиими человеками. И все Писание написано людьми, у которых руки двигались. Но они, движимые были, Духом Святым. Это Петр понял. Он это принес. Когда прелестная слава, говорит, принес соглас. Потом он вспоминает эту славу, а все-таки упор делает на голос. Бог сказал, слушайте его. Христа слушать. Ни батюшку, который, может, ничего не знает. Ни архиерея, ни папы рыбского. Ни патриарха. Если слова их не сходятся с Библией. В Галатам 2.21. Павел говорит, не отвергай благодати Божией. А если закон о оправдании во Христе, то Христос напрасно умер. Ни от того, как пальцы сложишь. Ни от того, что ты делаешь. Это только подтверждение веры твоей. Ни от добрых дел, нет. Ни от законных дел. По закону мы должны быть добрыми, любить, помогать, сострадать, с тобою жертвовать. Но мы спасаемся не этим. Мы спасаемся жертвой Иисуса Христа. За меня умер Христос. Кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха. Повторяется постоянно. Мы спасены кровью Христа. Мы движены к благодати Духа Святого. И между нами никого нет, никакого цензора, никакого попа. Бог его назначил для того, чтобы совершить таинство, я пришел. Чтобы он был восстанником, я у меня. Послание к римлянам 3.27. Где же то, чем вы хвалите? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры, благодати. Хвалиться нечем. Что бы у тебя ни было. Люди сегодня собираются, начинают рассказывать, как у них хорошо, какой опыт. Вот сегодня говорят, нормальный урожай будет, вот-вот уже у нас, в России, минимум 60 центров, гектаров. И он собирается, рассуждает, да хоть закорми человека. Внезапно вспыхнул на юге, перекинется здесь, завтра будет. Все отгорит и взорвется. Считаешь, газеты страшные делаются. Одного Бог убивает, рядом садится на то же самое место. На то же самое. Если здесь Бог убил и показал, что отступление от Бога грозит опасность, и революция случилась за то, что мы знали Библию, и как это не понять? Ничего об этом нет. Большие речи, считаю, выступления, духовные лица. О Христе, о Библии вообще ничего нет. О традиции, народном, в русском народе, это испокон века было. Да, было. А куда все привело? Римлянам 3.28 Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, верою независимо от дел. Римлянам 4.4 Воздаяние делающему меняется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему того, кто оправдывает нечестивого. Вера его меняется в праведность. Римлянам нужно было это доказывать, потому что там много было евреев. Они все сцеплялись, кто за городом, кто за что. Вот в этом спасение. Надо это все, но это не первое место. Это доказательство того, что я верю. Поверь, я не греюсь. Поверь, пояс на мне. Поверь, я Христа, я молюсь. Молитва это углубленность. Приходите в храм, никуда в окна не заглядывайте. Смотри под ноги, опусти голову. Все, что рассматривается, себя рассматривай. Семь минут, которые у нас перед богослужением молчания, это углубление самого себя. Утишься. Что было? Прости, Господи. Мы за столом сидим больше, чем молимся. Прости, Владыка. И эту неделю я прожил далеко не так, как дожил. Помилуй меня, Господи. Говорят, время – деньги. Это обман. Никогда не верьте этому. Деньги, потерянные, можно возвратить и даже больше. А человеку отверенное время нельзя не добавить никак. Я вам говорил, что если человеку 70 лет, это 2,2 миллиарда секунд. И ни одной секунды больше не будет. Бог назначил. За грехи отнимает жизнь, бывает. За праздность может продлить жизнь. До 70 лет еще не доживешь. Если Бог продляет жизнь секунды, они дали для того, чтобы славил Бога. Передай другим опыт. Большой опыт. Они не знают этого. Передай. Не скажи хорошо тому, кто знает Христа. Кто ежедневно угудляется в Слово Божие. Он будет, как дерево посажено при потоках вод. И лист его не вянет. И все, что не начнет, успеет. Почему некоторые не успевают? Потому что храм не идут, злотовы, злотовы. Идите в храм, все успеете. Садись за Библией. Ты видишь, не успеваешь, дело развалится. Открой Библию, почитай. Хотя в 5 минут призови детей, которые около тебя. Стань на колени. Римлянам 5.20. Закон же пришел после. И таким образом умножилось преступление. Раз закон есть, стали нарушать. Закона не было, нарушений не было. Вот у нас потеряете сейчас выставить знаки, которые стоят на дорогах. На каждом шагу будет нарушение. Не больше 5 километров ехать, пыль, чтобы не поднимать. А когда насписи не было, нарушений никакого не было. Я просил сделать, чтобы постановка взяла. Здесь дети идут в школу. Так и не сделали. Ну не считая, батюшка золой насыпал, вот это лежащий полицейский мой. Леность наша. А закон пришел. Закон-то нам дан Богу. Вот поэтому на каждом шагу мы видим, и здесь не так, и здесь не так. 21 стих. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Где благодать? Во Христе Иисусе. Благодать это избавление от прежней жизни. Бог меняет все. Преображение внутри человека идет от благодати в ухо святого. А если ты тогда был такой, и сегодня ничего не изменилось. Верующий человек за событиями просматривает потаенную сторону. А так это будет дальше в действительности. Любую болячку свою. Почему болят ноги? Когда в лужу не ходил. Ходил я бы, спрашиваясь, на площадку. Ходил. Ну и поэтому не все это имя. Еще столички пешь. Глаза больные. Куда смотрел глазами-то? Телевизор прожег все. И не являйтесь, что половина в очках. Ты, благодаря Богу, еще хоть дорогу домой находишь. Что бы с тобой ни случилось, во всем находить прежде. А это любовь Божия. Это Он по благодати мне дает. Это все Его благодать. Послание к Итуту 3.5. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом. Обновление это и есть преображение. Сегодня Церковь отмечает этот праздник. Есть у нас это преображение или нет? Я смотрю на российскую историю, как на Руси было. Понятия о преображении никакого не было. Искали только во внешнем. Храмы, непрерывные монастыри. А люди те же самые. Дал оброк. Что-то случилось несчастье. Я даю оброк пешком сходить в Иерусалим. А другие еще дальше шли. Даже до Иерусалима доходили. Шли на Афон. Ну, конечно, не у каждого. Но в семье желательно было, чтобы один ушел в монастырь. И тогда все семьи молят. Это совершенно новая вера. Никакого отношения к Евангелии не имеют. По Евангелии беда ли какая случилась? Дай Богу обет. К этому больше я не прикоснусь. Господи. Куда я шел? Что со мной было? Я сижу один, вспомнил, что делал в жизни. Заговый с плащистой капнахой и с коленами не вставали. Глаза бы не отрывал никогда. Как я мог это сделать? А благодать не коснулась сейчас. Что ты сделаешь еще хуже. Благо не смертный грех. Ни того не убил. Ни с насильничал. Ничего не было. А все рядом шло. Прямо по кронке Бог провел. Единственное, от отца я знал, что коммунисты и прочие это звери. И что они сделали? Потому что отец в меня вложил вот это распулачение. Другого я не знал. В меня родители не вложили то, что по благодати Господь меня терпит. Я этого не знал. Во мне все было бы другое. И более всего я тоскую о том, что это преображение у меня не случилось раньше. Не в три года, а в 23 только. И сколько же у меня зря потеряно было времени и годов. Я провел столько ненужного времени. Там дрессировка собак. Вообще не там. Бог хранил от грехов. Но все это было мертвым. И в этот праздник, который назначен церковью, искусственно, его не было в первые века. И все-таки мы примем его для себя. У нас десятый день. У нас принято не работать. Поглублюсь сегодня в священное писание. Придете сегодня. Откройте место писания. Я советую сегодня. Почитайте их вести раз. И он все договорит. Все свои. Так и нет. А вот самое главное для человека. И это вложите в детей, чтобы они преобразовали. И ты внутренне порадовал, чтобы слова твои принесли плод. Благодать обращающая сделала их другими. Аминь. Аминь.